Конечно, социальный уровень надо поднимать свой, это нужно, в этом есть смысл. Но опять же, как? Вот, допустим, если человек уважает свою страну, уважает Бога, вообще порядки, законы, то он легко может пойти вверх в жизни. Некоторые люди идут вверх из-за того, что они, наоборот, не уважают порядки, законы, постоянно орут против порядков, законов. Эти люди сумасшедшие, они в этой жизни испортят себе судьбу, а в следующей вообще в ад пойдут. Ну, то есть, это безумство, понимаете? То есть, если человек миропорядок ломает, вот представьте, допустим, кто-то хочет делать революцию, да, где-то. Что это значит? Это значит разломать весь организм управления. Организм управления создается десятилетиями, понимаете, если не столетиями. И когда его ломают, потом создать новое управление нереально сложно, это десятки лет, понимаете? Подобрать команду людей, законы, правила, все создать, как бы, это десятки лет. Вот взять, допустим, нашу страну, в 905 году революция, в 50-м году только немножко жизнь началась нормальной. Войны 50 лет. На Украине что сейчас происходит? То же самое. Все как бы разломали, теперь очень трудно все создать. Поэтому те люди, которые хотят с помощью просто решения власти, полномочий, поменять жизнь людей, это злые люди. Они ломают жизнь людей, они улучшают. Потому что, ну, управление это сложная вещь. Понимаете, как бы создать систему управления, правильно, десятки лет. Я просто почему об этом вам говорю, чтобы вы поняли, что если человек по-доброму относится к воле Бога, вот он, Бог, создал здесь, допустим, определенный порядок, и человек по-доброму относится к этому порядку, он, Бог так хочет, значит, будем так жить. Вот, согласен? Значит, идет социальный подъем сразу к человеку. Потому что Бог угодный человек, он может пользу привести. Только в том случае, если он имеет разум еще к человеку, он может ответственным быть там. Нет разума, он развивается, создавает себе разум. Вот это правильное отношение к жизни. Вот эти все вопли, там, страна плохая, там, лучше. Где лучше? Где лучше-то? Все одно и то же. В другую страну поедет, там и здесь трудности, проблемы. Везде орут, краят на власти, все одно и то же. Все одно и то же, везде, все одинаково. Я же езжу постоянно, я это смотрю. Люди везде страдают, тоже мучаются. Вот так вот. Ну, то есть, если человек хочет, допустим, отношениями повысить свой статус, это возможно. То есть, отношения меняют судьбу человека. Люди, большинство, сейчас этого не знают. Они чем занимаются? Они зашориваются в работу. Человек думает, если я буду упахиваться, значит, я смогу поменять свою жизнь. Полное безумие. Это приводит сначала к истощению, потом к наглому, потом вообще. То есть, человек рушится просто. Если человек упахивается и с помощью вот этого тяжелейшего труда хочет улучшить свою жизнь, он просто разрушает себя. Жизнь меняется с помощью развития личности. Вот стал развитой личностью, больше ответственности можешь нести, правильно с людьми общаться. Тебе Бог даст выше статус сразу, если ты правильно настроен. Опять же, об этом. Мы говорим с вами о доверительных отношениях. Серьезно. Сегодня. Могут ли быть доверительные отношения с властями, то есть со старшим, с тех людьми, которые дадут тебе статус? Могут быть, но ты уважать должен их. Если ты не понимаешь этих законов, тогда никакого развития не будет. Ты будешь просто страдать. Опять же, в них надо разбираться, в старших. Как вот женщина говорит, у меня зарплаты нет. Нужны идти старшие. И на тех работаем. Им наплевать на вас просто, и все, у вас зарплата нет. А вы хороший специалист.